Итак, друзья, я такой себе сижу ночь на дворе, смотрю, это что какой-то мемкоин, это ноткоин или пепе. Нет, друзья, это даже не крипта. 15 тысяч процентов роста. А это, друзья, всего лишь таки акция компании Riot. Поэтому, друзья, сегодня у нас очень простое видео. Я для вас подобрал 7 топовых акций, как я считаю, которые связаны как-то с криптой. Их лидеры делают прикольные вещи. У нас на экране сейчас это Riot Platforms. Это одна из самых крупнейших промышленных майнинг-компаний. И не только, там еще есть сервисы. Рост сумасшедший. В рамках прошлого булрана, что будет в этом, мы узнаем дальше. Зачем я все это вам показываю? Потому что я планирую часть своего капитала в рамках диверсификации, чтобы выйти немножко с ниши. И сделать диверсификацию вне ниши крипты, но связанной с криптой. Хочу часть капитала аллоцировать в акции некоторых компаний. У меня еще есть одна акция, которую я считаю, что она будет единорогом, таким Apple в крипте. Оставил ее на конец. Сегодня об этом видео. Без воды, предметно, понятно и быстро. Поэтому полетели. Чаечки, кофеечки, хорошее настроение. И полетели, друзья, ближе к делу. И в этом будем разбираться. Думаю, что многие из вас тоже инвестируют в акции. Поэтому пишите свое мнение в комментариях. Будем разбираться и друг другу с вами помогать. Вот и все. Итак, полетели. Но перед этим, друзья, хочу выразить от себя и от своей команды и от сообщества огромную благодарность всем инвесторам в проект TheSpace. Нас уже полторы тысячи людей, которые поддержали то, что мы делаем. Самые полезные сервисы для криптонов. Друзья, я считаю, что они точно изменят криптоиндустрию. Это и Launchpad. Вы же все любите проекты самые крутые. Кирюха, приноси. Принесем. Забирайте. Потом StakeHub. Чтобы вы могли все стейкать в одном месте в один клик. Вы же все пытаетесь все стейкать где, что, как. В одном месте будете стейкать. Плюс еще портфолио. Чтобы все это трекать в одном месте. И on-chain, и off-chain, и CX, и DEX, и что угодно. Стейкинги, фарминги в одном месте. И еще это все MultiChain кошелек объединяет. И это всего лишь 4 сервиса в рамках одной большой экосистемы. А у нас сервисов 30 штук, которые мы планируем строить дальше. Вот такие огромные планы. Уже поддержали очень многие люди. Друзья, приходите, инвестируйте. Харе инвестировать в шлак, в пепе, в ноткоины. Давайте сюда по чуть-чуть, с миру по нитке. Вы собрали, быстро построили, запустили, отдали, инвестируя в нас. Вы, по сути, и претендуете, и забираете себе часть аллокаций нативной экономики проекта DustSpace. Получаете токен Dust, который будет все это объединять. Вы сможете этим всем пользоваться. Поехали, друзья. Ссылка в описании. Быстро собрали, быстро построили, и пошли творить историю. Е-мое, полетели. Будьте немножко энтузиастами. А то, мама, не горюй, лупану. Полетели. Итак, первая акция у нас из семи. Это акция компании MicroStrategy. Сейлор просто гений. Компания MicroStrategy умирала, падла как сумасшедшая. Пришел, чувачок, купил немножко битков, чтобы потестить. И у нас в рамках цикла роста битка в 2020 году у нас MicroStrategy полетели на 1300%. Биток тогда полетел, друзья, на сколько? На 1600%. Немножко меньше, чем биткоин. Ничего страшного. Сейлор понял фишку, пошел, еще денег взял, привлек, принес, купил еще больше битков. Уже 200 ка битков почти. И у нас в рамках начала обычного рынка еще биткоин на хаях стоит только. Еще даже не обновил. Уже MicroStrategy сколько дали? 1400%. А биткоин, друзья, только, давайте посмотрим, сколько, сколько? 370%. Какой же потанцевал. Потанцевал какой у этой компании. Огромен. Думаю, что компания MicroStrategy вот так с легкостью через пару лет ворвется в топ-10 крупнейших компаний при начале капитализации. Это будет для многих шок и будет пример. И битки будут выкупать как сумасшедшие. Это первая компания во нем в списке. Вторая компания, вы уже ее видели, это Riot Blockchain. Один из крупнейших майнеров. Закупают асики просто, я видел прям видосы, закупают асики просто самолетами. Вот. В рамках прошлой бычки выросли на 15 тысяч процентов. 15 тысяч процентов. Сейчас пока в рамках этого такого приблурана 500 процентов. Все равно больше битка. Все равно больше битка. Поэтому считаю, что потанцевал тоже у этой компании огромен. Дальше. Еще одна компания в рамках диверсификации. Это еще один крупнейший майнер. Marathon Digital. Давайте посмотрим. 21 год. Рост. Давайте посмотрим на сколько. Это жесть. 23 тысячи процентов. И это даже не альткоин. Гляньте. Габелла. Да, они сильно падают. Но их также можно покупать как и альткоины. Вот и все. В рамках уже этой бычки. Начало этой бычки. 1000 процентов. Красота же. Красота. Дальше, друзья. Clean Spark. Старая компания, но еще на плаву. Тоже давайте посмотрим на сколько она выросла. Итак. 4К процентов. Тоже как бы много. В рамках прошлой бычки. В рамках этой бычки. Сколько? Давайте посмотрим. 1300 процентов. Ого. Огошечки. Блин, а вы говорите, где иксы. Рынок акций. Вот вам. Крупнейшие добывающие компании. Вот и все. Дальше. Кэти Вуд мне очень нравится. Покупает биткоин ETF. Думаю, что будет покупать и эфириум ETF. И считаю, что все-таки стоит инвестировать в ARK Innovation ETF. Вот хоть тут не только биток будет, не только эфир. Тут еще куча компаний. Это целый ARK Innovation ETF. Вот такие дела. Поэтому, друзья, я бы в это инвестировал. Хоть в Катюху Вудкович мало кто верит. Многие есть ETF реверсные, которые ее шортят. Они падают. Это понятно. Но я бы в это заинвестировал. Почему-то я такой рисковый чувак. И я люблю людей, которые пытаются ломать систему. Мы тоже с вами ломаем систему. Мы в рамках Death Space пошли не к фондам, а к комьюнити. Сильное сообщество. Это и есть успех. Представьте, какая будет крутая история. Мы с вами построим проект с помощью сообщества. А только потом придем к фондам. И они будут жадно нас смотреть и говорить. Блин, мы хотим вас. А мы уже запускаемся. И они уже приходят в серии A. И в нас инвестируют. Круто же, ё-моё. Я вот про это мечтаю. Поэтому это и делаю. Это сложно. Это долго. Но мы с вами справимся. Поэтому, друзья, вперед дерзайте. Ссылка в описании. Это была у нас пятая компания. Дальше. Джека Дорси. Компания. Блок Инкорпорейтед. Или тикер SQ. Все будут тикеры в описании. Тоже хочу в нее заинвестировать. Вот. Немножечко. Но хочу. Вот тоже вот такая компания. Упала. Давайте посмотрим на сколько. На 86%. Сейчас на 76% отросла. Поэтому я считаю, что можно. И, друзья, последняя компания, в которую я положил бы больше всего капитала. Больше всего. Я оставил ее на конец. Это, друзья, Coinbase. Для меня это Apple в крипте. У этой компании, вдумайтесь, у них только на то, что они хранят, как кастодианы, те битки, которыми обеспечиваются эти ETF. Там BlackRock и других компаний. Мы посчитали с ребятами 0,1% от стоимости битка. 1 миллион биткоинов они получают 1,5 ярда только за это. Представьте, какие будут дивиденды. Представьте, какие можно байбеки делать. А если будет биткоин стоить столько? А если будет миллион стоить? Какие будут байбеки у них? Эта хаббелла для меня это начало восхождения этого гиганта на пьете стал топ-3 компаний в мире. Поэтому я бы в них инвестировал. Буду это делать в будущем. Я сделаю себе какой-то аккаунт, какого-то брокера и вам это покажу, как только высвобожу капитал. И буду постепенно это покупать и вам показывать. Вот такие дела. Пишите свое мнение в комментариях. Делитесь им. Я, может быть, что-то изменю. Я об этом скажу. У вас тоже, я думаю, есть опыт. Поэтому пишите. Будем с вами делать вин-вин. Вы мне написали советы. Я их прочитал. Самые крутые конструктивные комментарии. Я залайкаю. Вы тоже их сможете читать. Ну а вы мне тоже поставьте какую-то реакцию под роликом. Или лайкос, или дизреспектос. Но завтра все равно будет новый видос. Поэтому сегодня ролик короткий. Быстро прошлись. Тикеры все в описании. Инвестиции в Деспейс в описании. Друзья, поехали дальше работать. Этот ролик я для вас пишу в 4 утра. Что бы ни было на улице, что бы ни происходило, Кирюха работает. И вам того же желает. Не сдаемся. Двигаемся к своей мечте. Несмотря ни на что. Что бы там ни говорили хейтеры. Мы с вами еще увидимся, когда данный портфельчик будет стоить 700к. А он уже, кстати, был 700к. Миллиончик выше, выше и выше. Вот тогда хейтеры будут злиться. Не потому что Кирюха плохой. А потому что... Ах, Кирюха! Зря я тебя не слушал. Ничего страшного. Как и Сейлор. Главное верить в мечту. Двигаться, несмотря ни на что. С энтузиазмом. Не теряя энергии. Энергии у Кирюхи на всех хватит. Друзья, всем пока. До связи. Всем спасибо еще раз. Низкий поклон. За доверие. За инвестиции в The Space. Часто говорю за The Space. Но, друзья, вы понимаете. Это мое детище. Если я бы выбрал бы... Что мне выбрать? The Space или YouTube? Я бы выбрал бы The Space. Потому что YouTube это творчество. И вроде бы YouTube и The Space это важно. Вот хочется оба сохранить. Но The Space это мой ребенок. И я вот хочу, чтобы мы с вами его сделали очень крутым вместе. И попробовали посвязаться с большими дядьками. И стать крутой командой компании. И чтобы вы еще на раннем этапе в этом поучаствовали. Ну круто же. Ну вот прикиньте, блин. Я же тоже чувак с провинциального города. Хочется вот как-то показать всему миру, что мы можем. Что мы не просто хомячки. Что мы можем. Вперед, господа. Надеюсь, вас зарядил. И вы хоть немножечко задумайтесь. Куда лучше кинуть свою котлетку? Вы 500 баксов в пепе? Вы нот? Или вы наш проект? Я понимаю, что очень тянут иксы. И что это все вот на жадности. Но, друзья, на жадности далеко не уедешь. Раз, жадность, два. Я не жадный. Я не жадный. Вот. Поэтому я и наплаву вот все эти ходателки. Вам того же желаю осознать, успокоиться и постепенно двигаться к своим целям. Все, друзья. Пятишка вам хлопнул. Всех инвесторов обнял. Мы еще с вами сделаем сходку. Всех инвесторов в The Space в конце будет очень круто. Вот. Я считаю, что мы прям кайфанем от процесса. Все. Всем пока. До связи. Увидимся уже завтра. В любом случае от вас будет или лайкос, или дизреспектос, или диз. Завтра будет все равно видос. А я ушел спать, потому что уже почти, уже почти пять утра. Ё-моё, пять утра я пишу видео для комьюнити. Надеюсь, хоть кто-то это ценит. Все, друзья. Пока. Увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова